Всем привет! Меня зовут Владислав Шпилевой, я работаю в Тарантуле разработчиком. И сегодня я буду рассказывать про горизонтальное масштабирование в Тарантуле при помощи модуля Vshard. План доклада следующий. Сначала я немного расскажу о том, о каком именно из множества возможных горизонтальных масштабирований мы будем сегодня говорить. О том, что было до Vshard, зачем появился Vshard, какие проблемы он решает, как он работает, как его использовать. Масштабирование бывает двух типов. Горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное делится на два типа. На репликацию и на шардинг. Репликация служит для масштабирования вычислений, масштабирования данных. Шардинг делится еще на два типа. На шардинг диапазонами и шардинг хэшами. При шардинге диапазонами мы от каждой записи в нашем кластере вычисляем некоторый шард ключ. Шард ключи ложатся напрямую, которые бьются на диапазоны, и диапазоны ложатся на разные физические узлы. С шардингом хэшами все проще. Мы берем от каждой записи в кластере, считаем хэш-функцию. И записи с одинаковым значением хэш-функции ложатся на один физический узел. И сегодня мы будем говорить про горизонтальное масштабирование при помощи шардирования по хэшам. Первым модулем горизонтального масштабирования в тарантуле был тарантул шард. Это такой шардинг хэшами очень простой, который считает шард ключ от первичного ключа всех записей в кластере. И в принципе он был достаточно простой, вполне себе работал, но у тарантула появилась задача, с которой тарантул шард оказался не способен справиться. По трем причинам, достаточно фундаментальным. Во-первых, самая критическая причина в нашей задаче требовалась локальность связанных данных, логически связанных. Суть в том, что когда у нас есть данные, которые связаны логически, мы хотим хранить их на одном физическом узле всегда. Как бы ни менялась топология кластера, состав, как бы мы ни добавляли, ни удаляли узлы, как бы ни сложилась ребалансировка, я хочу, чтобы данные логически связанные всегда были физически вместе, чтобы мне шардинг это гарантировал. Тарантул шард этого не гарантирует из-за того, что, во-первых, он считает только по первичным ключам хэш, и, во-вторых, при ребалансировке даже записи с одинаковым хэшом могут на какое-то время разъехаться. Следующая проблема – это медленный ре-шардинг. Это классическая проблема всех шардов на хэшах. Суть в том, что когда мы меняем состав кластера, добавляем узлы, удаляем их, у нас обычно меняется шард-функция, потому что она, как правило, зависит от количества узлов. И когда она меняется, нам приходится пройтись по всем записям кластера и пересчитать эту шард-функцию заново, и какие-то записи, возможно, перенести. Кроме того, пока мы переносим эти записи, мы не знаем заранее для любого конкретно взятого запроса данные, которые он ищет, они уже перенеслись или еще нет, или они сейчас в процессе переноса, мы не можем это заранее сказать. И поэтому во время ре-шардинга, в классических шардингах, приходится на каждое чтение делать запрос по двум шард-функциям, по старой и по новой. Это все очень медленно. Запрос становится в два раза медленнее, как минимум. Это было неприемлемо в задаче поставленной. И следующее, нестабильное чтение. Особенность этого модуля, реализация у него такова, что при отказе некоторых узлов в репликассетах он показывает плохие результаты на доступность на чтение. И я хочу подробнее остановиться на проблеме локальности данных, то, из-за чего Tarantul Shard больше всего не подошел. Вот рассмотрим пример. У нас есть банк, есть клиент банка, есть счета у клиента в этом банке. И я хочу клиента и его счета всегда хранить физически вместе, чтобы за один запрос их всегда можно было прочитать, чтобы за одну транзакцию их можно было вместе как-то поменять, со счета на счет там перевести. Если использовал классический шардинг, включая Tarantul Shard, то у нас у счетов и у клиентов значения шард-функции будут разные в общем случае. Они могут лечь на разные физические узлы, и это сильно усложняет и чтение, и транзакционность работы с таким клиентом. И для решения поставленных трех проблем появился Tarantul V-Shard. Ключевое отличие Tarantul V-Shard в том, что в нем уровень хранения данных виртуализован. То есть у нас появляются виртуальные стороджи поверх физических стороджей, и записи они распределяются по виртуальным стороджам, а не по физическим. И Tarantul Shard оперирует вот этими виртуальными стороджами, которые называются бакетами. Пользователь уже работает с бакетами. Он не заботится о том, что на каком физическом узле лежит. И в V-Shard при помощи бакетов… В V-Shardе бакет — это атомарная неделимая единица данных, как в классическом шардинге один тапл. И V-Shard всегда бакеты хранит целиком на одном физическом узле и переносит их тоже всегда целиком вместе. Все данные одного бакета – это атомарно во время решардинга. За счет этого и обеспечивается локальность. Нам нужно просто положить данные в один бакет, и мы можем быть уверены всегда, что эти данные будут вместе при любых изменениях кластера. Каким образом можно положить данные в один бакет? Модифицируем схему, которую мы раньше ввели для клиента банка, мы добавим в наши таблицы по одному новому полю бакет ID. И это поле бакет ID у связанных данных нужно сделать одинаковым. И тогда мы можем быть уверены, что эти записи будут в одном бакете. И преимущество здесь в том, что мы можем эти записи с одинаковым бакет ID и хранить в разных спейсах, даже в разных движках. У меня эти записи могут лежать на диске, могут лежать в движке в памяти. У нас в тарантуле и тот и другой есть. И уровень бакет абстрагирует уровень движка, уровень таблиц, уровень спейсов. Спейсы – это таблицы в тарантуле. Обеспечивается локальность по бакет ID, независимо от того, как эти записи хранятся. Что дает локальность данных, почему мы так не стремимся на примере чтений. Если у нас есть классический шардинг, то у нас данные могут разъехаться. В общем случае, по всем физическим сторожам, какие у нас только есть, нам придется при запросе, например, всех счетов какого-то пользователя, какого-то клиента, сходить на все узлы. Это будет сложность течения у ATEN, где N – это количество физических хранилищ. Это ужасно медленно. Что нам дает тарантуллв шард со своими бакетами и локальностью по бакет ID? Мы просто задаем у связанных данных одинаковые бакет ID и всегда можем прочитать их с одного узла за один запрос, независимо от размера кластера. Вот я говорю о том, что бакет ID надо засетать одинаковым, все будет хорошо. Каким образом его надо засетать, как его считать самому. Преимущество… Ну, кому-то преимущество, кому-то может недостаток, типа недостаточно автоматики, но я считаю это преимуществом, что вы можете сами выбирать функцию, как вы будете считать бакет ID, как он удобнее. Вот в примере на слайде я использую CRC32 от идентификатора клиента. Тогда у меня для счетов и для клиентов будет бакет ID одинаковый. Но вы можете вместо CRC32 взять любую другую функцию, какая вам только нравится. Единственное требование к ней, чтобы она, как любой хэш-функции в классических шардингах на хэшах, чтобы она равномерно распределяла свои значения по прямой, по своим значениям, короче, возможным. Ну вот я выбрал эту функцию бакет ID, вот такой, и начал заливать данные на свой кластер. Заливаю данные, заливаю. Все залилось, у меня места уже начинает не хватать. Теперь надо придумать, как мне эти данные перенести на новые узлы. Я хочу добавить узлов, чтобы данные на них сами переехали. Как это делается в HRD? Сначала вам нужно эти новые узлы стартануть. Нужно просто физически запустить там сервер, запустить процессы, тарантулов запустить. Например, ансиблом каким-нибудь, как вам удобно. После этого нужно обновить конфигурацию. В HRD есть конфигурация, в которой описаны все участники кластера, все реплики, репликассеты, кто там мастер, кто не мастер, у какого, какие юри. Вы этих новые узлы добавляете в конфигурацию. Вот в 15 строчек я писал новый репликассет, состоящий из двух реплик. Я указал, кто там у него мастер, у кого какие юиды, у кого какие имена. Там разные вещи здесь можно указывать. Не только то, что на слайде представлено, много всяких настройок есть. И эту конфигурацию мы применяем на всех узлах кластера, на старых, а на новых, позвав функцию vshard.storage.cfg. Это единая точка конфигурации, через которую конфиг вы обновляете на всех узлах. Вы ее просто зовете, она дальше все сама делает. Как вы помните, когда я говорил про проблему классического шардинга, я говорил, что когда у нас меняется количество узлов, меняется шард-функция, и приходится данные все пересчитывать, перетаскивать. И что с vshard? Если он делает то же самое, получается, он проблему не решает, но он то же самое и не делает. В vshard количество виртуальных хранилищ, бакетов, оно фиксировано. Это константа, которую вы выбираете, когда кластер запускаете. Может показаться, что это как-то ограничивает ваш ресурс масштабируемости. На самом деле нет. Количество бакетов вы можете выбрать совершенно колоссальным. Его можно выбирать тысячами, десятками тысяч, сто тысяч, пятьсот тысяч бакетов. Можно выбрать. Главное, чтобы у вас количество бакетов было примерно на пару порядков больше, чем максимальное количество репликассетов, которые у вас когда-либо в кластере будут. А за счет того, что количество виртуальных хранилищ не меняется, и шард-функция зависит только от этого количества, то у нас физический хранилищ можно добавлять сколько угодно, и шард-функцию пересчитывать не придется никогда. И как вот это делается, что бакеты сами разъезжаются по физическим хранилищам? Вот именно, что разъезжаются они сами, ругами это трогать не надо. Когда вы зовете vshard storage cfg, там дальше все само делается с вашими данными в бакетах. Первое, что происходит, когда вы зовете vshard storage cfg, на одном из узлов просыпается процессоребалансировщик. Это такой аналитический процесс, который считает идеальный баланс в кластере. Он ходит на все физические узлы, спрашивает у кого сколько бакетов, смотрит у кого бакетов что-то слишком много, считает кто кому сколько бакетов должен и строит маршруты бакетов. Маршрут это кто кому сколько должен отправить бакетов. Эти маршруты он посылает староджам, которые переполнены, и говорит, ты отправляй тому-то в столько-то, ты тому-то в столько-то. Они начинают отправлять. Отправка идет, бакеты по одному постепенно переносятся, в какой-то момент они переноситься закончат, кластер сбалансирован. Кластер сбалансирован в классическом смысле, что везде одинаковое количество данных, одинаковое количество бакетов. Но бывает так, что у нас в реальной жизни такое понятие сбалансированности, оно для нас не очень работает. Может у нас какое-то другое понятие идеального баланса. К примеру, я хочу на одном репликассете хранить меньше данных, чем на другом. У меня просто, не знаю, жесткие диски там по объему меньше. Мне хочется там хранить меньше данных. Vashart думает, что все хорошо. У меня на самом деле не все хорошо. У меня сторож уже вот-вот переполнится. И Vashart предоставляет способ с этим бороться. Вы можете использовать веса. У каждого репликассета, у каждого сторожа выбираете вес. И когда ребалансировщик принимает решение о том, кому сколько бакетов отправить, он берет в учет отношение всех пар весов попарно. То есть он для каждой пары сторожей смотрит отношение их весов и считает, сколько один сторож должен хранить бакетов относительно другого сторожа. К примеру, у меня на одном стороже вес 100, на другом 200. Тогда у меня сторож с весом 100 будет хранить в два раза меньше бакетов. Чем сторож с весом 200. Обратите внимание, что я говорю именно отношение весов. Абсолютное значение весов тут не имеет никакого… Оно не влияет ни на что. Поэтому вы можете веса выбирать, какими вам больше нравятся по смыслу. Вы можете выбирать веса, как 100% распределенные по кластеру. На одном стороже 30%, на другом 70%. Вы можете выбирать веса, как буквально число гигабайт, емкость сторожей, которая готова принимать бакеты. Или вы можете как количество бакетов веса использовать. Это неважно. Главное, чтобы отношение было правильное, которое вам надо. И такой побочный эффект весов. Интересный получается, что при помощи весов можно бакеты со сторожа полностью удалить. Если у него выставить вес в ноль, то ребалансировщик скажет этому сторожу распределить свои бакеты на остальные сторожи. И при помощи этого мы можем сторожи удалять. К примеру, мы хотим сторожа от репликассета избавиться из кластера и вместо него другой какой-нибудь добавить. Мы у него ставим вес в ноль. Ждем, пока он все свои бакеты раздаст остальным участникам кластера. Он это в какой-то момент сделает, и мы можем после этого килять репликассет. Мы его выкидываем из конфигурации. Мы убиваем тарантуйские инстансы. Не знаю, сервер стопаем. Что там еще надо сделать? Прежде чем мы перейдем к описанию того, как бакету удается переноситься атомарно, за счет чего обеспечивается локальность данных даже во время решардинга, я хочу прояснить, в чем ключевое отличие виртуального шардинга с бакетами от классического шардинга. Суть классического шардинга в том, что когда мы меняем состав кластера, у нас появляются два состояния. Текущее состояние, старое и новое состояние, в которое надо перейти, в котором данные распределены чуть-чуть иначе. И когда мы между этими двумя состояниями переходим, нам приходится для всех записей хэш-функции пересчитывать, все это как-то переносить. Это сопровождается ужасной болью, что мы не знаем, какие данные перенеслись, какие нет. Возникают какие-то конфликты, ошибки. Все это приходится рестартовать по много раз. Непонятно, когда данные можно удалять со старого места, когда нельзя. И это плохой способ, потому что он очень сложный. И когда мы делаем виртуальный шардинг, то все становится гораздо проще. У нас нет двух выделенных состояний кластера. Как кластера в целом. У нас есть только состояние бакетов. И кластер, он передвигается из… он более маневренным становится, более плавно эволюционирует наш кластер. Он постепенно передвигается из одного состояния в другое. И состояний становится не только два. И благодаря тому, что переход становится плавным, мы даже ребалансировку можем в процессе, пока она идет, взять и развернуть обратно. Мы можем взять и удалить обратно сторож, который мы только что добавили, и он начнет раздавать свои бакеты в обратную сторону. То есть процесс ребалансировки становится очень легко управляемым, гранулярным. Когда мы делим кластер на какие-то маленькие подкластера, виртуальные бакеты, мы упрощаем себе задачу. Делаем ребалансировку пошагово, а не весь кластер целиком решардируем. А теперь посмотрим, как бакету удается перенестись атомарно. Ведь бакет, он может реально мегабайты весить, сотни мегабайт. Как он атомарно все успевает переносить. Предположим, у нас есть бакет, и мы хотим его перенести. Он сейчас какие-то запросы принимает. На чтение, на запись. И предбаншировщик говорит, перенеси этот бакет на другой сторож. Он перестает принимать запросы на запись. Зачем он это делает? Затем, что если он не перестанет, тогда пока он этот бакет переносит, его уже успевают наобновлять. Пока он переносит апдейты, его успевают еще наобновлять. Пока он переносит эти апдейты, еще наобновлять. Так это будет бесконечно продолжаться, поэтому на запись он блокируется. При этом читать его все еще можно. То есть доступность на чтение все еще работает. Он начинает кусочками переноситься, чанками такими, на новое место он переносится. Переносится, в какой-то момент он перенесется, и на новом месте начнет принимать запросы. На старом он все еще лежит, но он уже помечен как мусорный. И в какой-то момент сборщик мусора его удалит постепенно тоже чанками. И в чем здесь атомарность? Атомарность в том, что с каждым бакетом ассоциированы метаданные, которые хранятся на диске физически. И каждый шаг, который я сейчас описал, он на диске сохраняется. И что бы ни произошло со староджем, при стартане, там какая-то ошибка произойдет, он всегда сможет восстановить состояние бакета, на чем перенос остановился. И при этом замести, что доступность на чтение была 100% все время, пока бакет переносился. Данные всегда можно было читать полностью. Целиком все связанные данные одного бакета. И даже если с бакетом что-то пойдет не так, какая-то ошибка произойдет, то в HRD есть автоматический recovery manager, который бакеты будет восстанавливать, которые не смогли перенестись сразу. Но из такой схемы все-таки возникает вопрос, а можно ли запись как-то не блокировать? Потому что если бакет будет переноситься долго, не знаю, секунды, минуты, вдруг у нас в этом бакете какие-то критические данные, которые конкретно сейчас хотелось бы не блокировать. Можно его потом ночью как-нибудь перенести, а вот днем пусть он будет доступен. И что будет с запросами, которые с бакетом работали в тот момент, когда его сказали переносить? Мы же не можем их просто взять, заканцелить, типа и все. Особенно write-запросы. Сначала остановимся на втором, потому что оно просто проще реализовано. У каждого бакета в его метаданных есть два типа ссылок. Ссылки на чтение и ссылки на запись. Когда пользователь делает запросы к бакету, он указывает, он будет с этим бакетом работать на чтение или на запись. Ну, read-on или read-write. И для каждого запроса соответствующий счетчик ссылок увеличивается. Что нам дают счетчик ссылок на читающие запросы? Они нам дают то, что бакет будет переноситься, спокойно перенесется, а потом придет сборщик мусора и скажет, я хочу этот бакет удалить. Ну, он увидит, что счетчик ссылок не ноль, и удалить его не сможет. И удалить его не сможет. Ему не даст это количество ссылок сделать. И когда наши запросы доработают, закончат работу, тогда garbage collector уже дропнет этот бакет. То есть наши запросы могут быть читающие и уверены, что бакет у них из-под ног никогда не уедет. Что нам дает счетчик пишущих ссылок? Он дает то, что бакет даже не начнет переноситься, пока хотя бы один пишущий запрос с ним работает. Как это происходит? Ведь запросы пишущие могут постоянно приходить, приходить, бакет тогда не перенесется никогда. Если бакет, ребалансер изъявил желание переносить, то новые запросы на запись начнут блокироваться. При этом старые мы ждем, пока закончатся, в течение какого-то таймаута. Если в течение таймаута они не завершатся, мы продолжаем принимать новые запросы на запись и откладываем перенос бакета на какое-то время. И так ребалансировщик будет стучаться в этот бакет, пока ему не получится его перенести. Или он может другой вообще перенесет, который будет проще перенести, который нагрузка меньше. Ну вот ребалансировщик не сможет его никуда двинуть. И все это делается автоматически. Все эти референс каунтеры. Если вы пользуетесь высокоуровневым API. Но у Vasharda есть низкоуровневый API. На случай, если вам высокоуровневого не хватает, вы что-то свое там хотите напилить, тогда есть низкоуровневый API, bucket.ref, который вы просто у себя в коде зовете и все. Если очень хочется что-то самому сделать. Что с полным неблокированием на запись? Ну для этого бакет придется вообще не переносить, если мы хотим, чтобы он всегда был доступен на запись. И для этого есть bucket pin. Это такая функция, которую вы у себя в коде зовете, чтобы запинать bucket к репликассету, на котором он сейчас живет. И пока он запинан, он никуда не уедет. Он будет всегда доступен на запись. При этом его соседи, bucket, смогут приезжать, уезжать. Все с ними будет в порядке. И есть еще более сильная вещь, чем bucket pin. Это целый лог репликассета. Он делается уже не в коде, а через конфиг. И он делает так, что с этого репликассета ни один bucket не уедет. Нужно примерно по тем же причинам, по которым может понадобиться bucket pin. Все данные этого репликассета будут всегда доступны на запись. Вспомним, какие у нас изначально были три проблемы. У нас не было локальности данных. Была проблема, что решардинг все замедляет, и сам он тормознутый. И что чтение нестабильное. Как мы побороли локальность, мы добавили bucket. Кладешь в один bucket все локально. Как мы побороли, что решардинг все замедляет, мы переносим все атомарно, побакетно, и шард функция никогда не пересчитывается. А что насчет нестабильных чтений? На них мы так и не останавливались пока. Для того, чтобы побороть проблему нестабильных чтений, еще ряд других проблем, в решарде есть подмодуль под названием решард роутер. То есть решард, он состоит из двух подмодулей. Вешард сторидж, вешард роутер. Их можно независимо создавать, масштабировать, даже на одном инстансе. И роутер, он решает за нас задачу поиска локации бакета. То есть мы, когда обращаемся к ластеру, мы же не знаем, где какой бакет лежит, как его искать. За нас его будет искать вешард роутер. Он работает, ну, как обычный роутер, только по бакетам, а не по айпишникам. Мы указываем ему вместо адреса bucket.id, и он знает, где этот бакет живет. И он наш запрос туда проксирует. Посмотрим на примере, как это выглядит. Вот у нас есть кластер. Это опять клиент банка и его счета. Я хочу иметь возможность в этом кластере вытащить все счета этого клиента. Я реализую обычную функцию, которая ни в какую сеть не ходит, просто локально ищет. В таранкуле вот так будет выглядеть эта функция, три строчки. Она ищет все счета одного клиента по идентификатору клиента. И теперь мне нужно решить, на каком страдже эту функцию позвать. Вот она на всех лежит. И где-то на одном страдже лежит мой клиент. Где ее звать? Я беру от идентификатора клиента в моем запросе, считаю bucket.id, и говорю, вишарт роутер колл, вызови мне такую-то функцию на том страдже, где живет бакет с таким-то bucket.id. И он это сделает за нас внутри. Мы у себя в приложении зовем, вишарт роутер колл, и все. И он проксирует запрос куда надо. Как он узнает, где данные лежат, куда надо сходить? У него внутри есть таблица маршрутизации, как у обычного роутера. И там есть соответствие, какой bucket на каком репликасете лежит. И каждому репликасету, каждой реплике, каждого репликасета у роутера есть connect, через который наш запрос проксирует. Конечно, может случиться так, что произойдет решардинг, бакеты начнут переезжать, вот прямо сейчас они едут, и роутер в фоне постепенно эту таблицу обновляет большими кусками. Он опрашивает стороджи, спрашивает у тебя, какая у тебя актуальная таблица бакетов. И у себя таблицу маршрутизации обновляет. Может случиться даже так, что вот бакет прям только что переехал, и мы сразу делаем на него запрос. Роутер еще не успел обновить свою таблицу маршрутизации. Тогда он сходит на старый сторож, старый сторож ему скажет, а у меня этого бакета больше нет. И роутер тогда либо старый сторож ему подскажет, куда бакет переехал, он так умеет, либо если он переехал относительно давно, роутер все равно почему-то таблицу не успел обновить, тогда роутер срочно возьмет им, а предюсом просто обойдет все сторожи, спросит, у кого этот бакет есть. Ну и все это произойдет внутри роутера прозрачно для нас. Мы даже не заметим, что там произошел мисс в таблице маршрутизации. То есть он автоматически решает задачу роутинга. Ну и задача, которая у нас стояла изначально, одна из трех, это нестабильность чтений. Он решает ее при помощи подсистемы автоматического ритфейловера. Как это работает? Если у нас какие-то узлы отказали, узел, например, на который роутер вот прямо сейчас ходился, беспокойно отправлял кто-то запрос, этот узел отказал, он на пинге не отвечает, роутер он пингует периодически, сторожи, на которые ходят, и вот какой-то сторож перестал пинговаться. У него есть горячий резервный коннект к каждой реплике, если текущая реплика перестала отвечать, он пойдет на другую. Запросами на чтение это нормально работает, потому что на репликах мы читать можем. Писать мы там не можем, да, если мастер откажет, тогда роутер нам помочь не сможет. Но если мы хотим читающий запрос выполнить, то он сможет сходить на реплику. И мы можем даже выбирать, на какую реплику именно он будет ходить, если отказала реплика, которой он сейчас пользовался. То есть мы можем задавать приоритет реплик, по которым роутер должен выбирать фейловеров для чтений. Делаем мы это при помощи зонирования. Мы каждую реплику, каждому роутеру присваиваем зону, это просто номер. И мы задаем табличку, в которой указываем расстояние между каждой парой зон. И когда роутер принимает решение, куда отправить запрос на чтение, он выберет реплику в той зоне, которая ближе всего к его зоне. Как это выглядит в конфигурации. Вот у нас есть там три зоны, к примеру. В них есть какие-то реплики, роутеры там работают. Я хочу задать между ними расстояние, чтобы роутер предпочитал определенные зоны, когда ему нужно рит запросы выполнять. Я беру и на языке луа пишу такую табличку, где для каждой пары зон задаю расстояние из первой зоны во вторую. И можно даже другое расстояние задать из второй в первую, обратно. И в конце предпоследней строчки я пишу номер зоны этого роутера. И когда он будет принимать решение, он в эту табличку будет смотреть, куда ему ближе сходить. Что могут зоны означать для нас? Зачем может быть это надо? Почему нельзя просто на произвольную реплику ходить? В общем случае, наверное, можно и на произвольную, но если у нас кластер большой, сложный, там много данных, он распределенный прям очень сильно, тогда это может пригодиться. Например, зоны – это могут быть разные серверные стойки. Мы хотим на свою серверную стойку ходить, до нее тупо ближе, чтобы не ходить там, не знаю, в какой-нибудь маршрутизатор, не грузить сеть. Или это могут быть географически удаленные друг от друга точки. Много дата-центров у нас есть там по миру, и мы хотим, чтобы роутер предпочитал свой дата-центр, когда он выбирает реплику. А не куда-нибудь из России, там, в Америку ходил, когда у него рядом реплика доступная из соседней стойки. И еще это может быть нужно за… Например, если у нас разная производительность разных реплик. К примеру, у нас в каждом реплика-сети есть одна бэкап-реплика, которая не должна принимать запросы, она должна только хранить копию данных, и все, резерв такой. И она просто будет медленно запросы обрабатывать, если начинать их присылать. И тогда мы делаем ее в такой зоне, которая будет очень далеко от всех роутеров по этой табличке. И тогда роутер будет ходить на нее только в самом крайнем случае. Вот такое применение у зон. И раз уж мы заговорили про read-фейловер, то что у вешарда с write-фейловером, со сменой мастера. Со сменой мастера у него уже не все так здорово, он такой наполовину автоматизированный получается. Выбрать нового мастера вам придется самостоятельно. Выборы нового мастера в вешарде не реализованы. Но когда вы его выбрали каким-нибудь внешним сервисом, там, не знаю, каким-нибудь ZooKeeper или еще чем-нибудь, etcd, там, выбрали его нового мастера, вы хотите, чтобы он взял на себя, ну, этот инстанс взял теперь на себя полномочия мастера. Вы обновляете конфигурацию, указав у старого мастера, что он теперь masterfalse, у нового мастера, что он mastertrue, и применяете этот конфиг опять через вешарде, сторожец, fg. И раскатываете его на староджи. И вот дальше все происходит автоматически. У нас есть старый мастер, он принимает запросы на чтение, на запись. И приехало указание, вот, вешарде сторожец, fg, что мастер должен теперь быть другим. Старый мастер перестает принимать запросы на запись, и начинает синхронизацию. Он синкается с новым мастером, чтобы тот догнался. Потому что могли быть данные, которые уже применились на старом мастере, а на нового еще не доехали. Ну, вот он делает этот синк, и после этого новый мастер начинает поднимать запросы, вступает в свою роль мастера. Старый мастер становится репликой. Ну и все, в общем-то, так и работает rightfulover вешарде. Как теперь следить за всем этим многообразием разных вещей, которые вешарде постоянно происходят? Какие-то внутренние подсистемы, бакеты, репликация, что с этим всем делать? Много ручек, наверное, надо. На самом деле, хватит одной ручки. В общем случае, это Vshard Storage Info. И на роутере есть Vshard Router Info. Vshard Storage Info вам показывает информацию в нескольких секциях. Первая – это секция репликации. Он здесь покажет вам состояние репликассета, на котором вы эту функцию позвали. У него какой лаг репликационный, с кем у него коннекты есть, с кем у него репликационных коннектов уже нет. Кто там доступен, недоступен, у кого какой мастер сконфигурирован. Разные репликационные вещи здесь показываются. Секция бакетов. И в этой секции можно посмотреть в реальном времени. Прям чиселки будут меняться во время решардинга особенно это заметно. Здесь можно посмотреть на этом репликассете, сколько конкретно бакетов прямо сейчас на него едет, сколько с него сваливает, сколько на нем сейчас работает в штатном режиме, сколько у него помещено как мусор, сколько запинано. Все это можно здесь наблюдать. И сколько всего в сумме. Есть секция алертов. Это такая сборная солянка всех проблем, которые вешард смог самостоятельно задетектить. Там не сконфигурирован мастер, недостаточный уровень реданданса. Или у нас наоборот есть мастер, а все реплики отказали. Или, не знаю, в общем, различные проблемы здесь показываются. Все какие вешард смог сам найти. И последняя секция. Это лампочка, которая загорается красным, когда все становится очень плохо. Это просто число от нуля до трех, которое, чем оно больше, тем хуже. Вот. Это такой самый простецкий индикатор того, что в скластинах все хорошо или все плохо. И есть вешард роутер инфо. В нем точно такие же секции, но значит они немножко другое. Первая секция опять репликация, но только здесь не репликационные лаги. Здесь в основном вопросы доступности к этой информации о том, какие коннекты у роутера, каким репликассетом держатся, какой коннект у него горячий и резервный на случай отказа мастера, кто там у него выбран мастера, на каком репликассете сколько пакетов доступно на чтение, запись, сколько доступно только на чтение, например, они сейчас переносятся. Есть секция пакетов, где написано, сколько пакетов суммарно на этом роутере доступно сейчас на чтение, запись, на чтение, сколько он вообще не знает, где лежат, и он сейчас в процессе их поиска, или сколько он знает, где лежат, но просто репликассет это сейчас, ну, коннекта к нему нет. У него тоже есть секция алертов, То же самое значит, только в основном про коннекты, про то, что фейловер там сработал, или еще что, про неопознанные бакеты. И тоже шкала боли у него есть, чиселка от 0 до 3. Что требуется от вас, если вы все-таки решаете использовать vShard? От вас требуются в основном две вещи. Первая – это выбрать число бакетов. Самая витальная вещь в vShard – это бакеты, и вам нужно выбрать их количество заранее, константным. Как принять это решение? Вам нужно учитывать, что… Ну, почему нельзя количество бакетов просто в n32 max поставить, и все, раз они такие хорошие, гранулярные, и все отлично будет работать с ними. Потому что с каждым бакетом хранится некоторое количество метаинформации. Какое-то количество байтов на стороже, какое-то количество байтов на роутере. Именно на стороже хранится 30 байт, примерно 30 байт с каждым бакетом, и на роутере примерно 16 байт с каждым бакетом. И чем больше у вас бакетов, тем больше будет тратиться на метаинформацию. Если у вас тысячи бакетов, то на каждой роутере, на каждом репликосете у вас будут килобайты этой метаинформации. Если вы делаете сотни тысяч бакетов, это будут уже мегабайты. Но зато, чем больше у вас бакетов, тем больше у вас гранулярность кластера, тем быстрее каждый бакет конкретный будет переноситься, потому что он будет меньше. Такой трейдов получается, и вам нужно выбрать, что вам удобнее здесь, какой запас масштабируемости хотите заложить. И нужно выбрать шард-функцию, как считать бакет-ид. Здесь правила выбора точно такие же, как при выборе шард-функции для классических шардингов, не виртуальных. Потому что бакеты, фактически, это как если бы мы в классическом шардинге фиксировали количество сторожей. Правила выбора те же. Надо, чтобы функция была равномерной, чтобы она равномерно распределяла выходные значения. Если мы сделаем это неравномерно, у нас бакеты будут пухнуть. Пухлые бакеты, они, ну, шард он оперирует бакетами, он смотрит только на количество бакетов на каждом стороже, а не на размеры бакетов. Поэтому если вы не сбалансируете свою шард-функцию, то будут проблемы. Будут проблемы с тем, что данные надо перекладывать потом из бакетов в бакетов, шард-функцию менять. Это все сложно и больно, поэтому выбирать надо аккуратно. Что по итогам получается, что вам дает вешард, если вы решаетесь его использовать? Он дает вам локальность данных, когда вы кладете их в бакеты. Он дает вам гранулярный решардинг, атомарный, насчет чего и локальность соблюдается, и кластер становится более маневренным. Автоматический рид файловер при помощи отдельного модуля, вешард роутер. И у вас есть огромное количество ручек, которыми вы можете пользоваться для контроля над бакетами. Рефы, пины, локи. Можете взвешивать эти бакеты, что угодно. Вешард достаточно активно развивается прямо сейчас. И есть несколько задач, которые запланированы в работу. Какие-то даже уже начали. Выполнение каких-то даже уже началось. Первое – это балансировка нагрузки на роутер. Бывает так, что у нас какие-то запросы на чтение, они, например, тяжелые. Я не хочу грузить мастера этими запросами. Пусть у меня реплики этим занимаются. И тогда было бы удобно, чтобы роутер мог самостоятельно запросы балансировать на разные реплики читающие. И что еще? Локфри – перенос бакета. Есть алгоритм, при помощи которого бакет можно не блокировать на запись, даже на время переноса. Его придется заблокировать только в конце, чтобы сам факт переноса зафиксировать. Этот алгоритм уже есть, и начиная его реализация, но там достаточно сложный большой патч, поэтому еще вот в процессе. И атомарное применение конфига. Как я говорил, когда вы меняете конфиг, его нужно применить на всех сторожах самому, через, например, ZooKeeper. И это не очень удобно, это не атомарно. Кто-то может, не знаю, быть недоступен, на нем там конфиг не применится, что туда делать. Вот есть такая задача, чтобы vshart самостоятельно распространял новый конфиг. Вы его на одном узле применяете, этот узел его всем остальным распространен. И они его атомарно применят как-нибудь, 2 PC, 3 PC там каким-нибудь. Вот такая задача еще есть. Все, спасибо за внимание. Вопросы? Да, вопрос можно? У меня два вопроса. Первый вопрос вот как. Я правильно понял, что когда у нас приходит с запись какой-то бакинг, она все равно приходит на мастер, и мастера вот туда записывается? Да, на мастер приходит. Запись только через мастера. И второй вопрос. А вы перевестили, вот у меня есть на базе Тарапула, я тут еще маленький инстинс, приходит нагрузка, я добавляю второй инстинс, инвестрирую его там как надо, пишу там мастер, не важно. Как быстро у меня перекинутся бакеты, и как быстро нагрузка станет равномерной? Зависит от размеров ваших бакетов. Если бакеты там размером килобайт или единица-мегабайт, то они пишите мгновенно переносятся. Если у вас бакет десятки мегабайт или даже сотни, тогда он будет переноситься, не знаю. Зависит от того, насколько у вас пропускная способность CD высокая, может за минуты, за секунды, за десятки секунд. Если бакета размером сотни мегабайт, это значит, что что-то, скорее всего, было не так, когда вы выбрали количество бакетов. Но эта проблема, она пропадет как явление, когда мы сделаем патч на то, чтобы бакеты на запись не блокировать. Тогда размер бакета станет почти неважным. Окей. Вот там сзади. Можно ли менять количество бакетов в процессе? Нет. Если оно выбрано таким-то на старте, его поменять потом нельзя. Есть только новый кластер создавать. Спасибо за доклад. Хотел задать вопрос. Можно ли мультимастер сделать? Ну, то есть, допустим, есть какое-то определенное количество мастеров, у них есть слейвы, да, и внешним системам, например, через тот же хапрокси, сделать рид только на один. Да, можно сделать мультимастер. Если вы в конфиге vsharda укажете, что явно, что каждый инстанс может принимать запросы на запись, он сможет принимать запросы на запись. То есть мастер как роль останется один, но запросы на запись можно сделать так, что принимать будут все. То есть это решает проблему RiotFollower? Это не решает проблему write-failover. Проблема write-failover – выбрать нового мастера, а не выбрать роль нового мастера. Когда у вас мультимастер, у вас все равно остаются проблемы синхронизации данных между этими мастерами. Как конфликты там резолвить, например. Все равно нужен какой-то главный мастер, который будет решение принимать. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вот такая ситуация. Здесь есть заказчик, есть у него аккаунт. Допустим, есть заказчик, и есть заказ, и в этом заказе есть товары. С одной стороны, заказчик и заказ можно разместить с помощью бакетов на одном шарде. А как бы связать так, что по товару я мог тоже так же заказы находить? Просто сделайте один бакет ID и у товара в заказе, и у заказа с клиентом. То есть у трех спейсов, трех таблиц. То есть один будет бакет для заказчика, один бакет для заказа. Нет, если вы хотите локальность, то вам нужно их все в один бакет положить. И заказчик, и заказ, и товары этого заказа. То есть технически здесь не получится. Почему? По товару, я хочу по товару найти заказы. И чтобы эти заказы... По товару найти заказы? А, по товару найти заказы? Нет, тогда, наверное, нет. Выкрутиться не получится. Ну, есть способ выкрутиться, вам тут помогут вторичные индексы. Но вторичные индексы в HRD строить относительно больно и сложно. Но возможно. Спасибо. Бакет крутой и виртуальный. Мне интересно, про локи и пины, что это за класс задач такой, который имеет... Был конкретный запрос на реализацию этих фич. Во-первых, хотелось тестовые бакеты выделять. Нет, не так. Тестовые репликассеты. То есть мы добавляем репликассет, у него какие-то данные переносятся. И мы хотим на нем что-то протестировать. Тогда мы его блокируем, чтобы на него не приезжали новые данные, не уезжали старые. И на нем что-то тестируется. Ну, там, не знаю, прошло тестирование, и мы тогда разворачиваем это везде. А с пинами бакетов та же самая задача была, только хотелось больше гренулярность сделать. Но это тестирование разработки... Тестирование приложения? Нет, тестирование приложения, которое использует Vashart. Это не самого Vashart-а тестирование. Просто объект же не знает, бизнес-логика не знает про соседей объекта в общем случае. Про соседей нет, но, предположим, у нас есть, не знаю, даже можно не тестирование привести, а у нас есть какие-то данные, которые мы знаем, что следующие несколько дней будут очень горячими. Например, какой-нибудь фильм вышел, знаю, и мы хотим, чтобы он не переносился, чтобы он всегда был доступен на запись, чтобы люди комменты писали, там, не знаю, выкладывали какие-то рецензии на каком-нибудь кинопоиске. Мы хотим, чтобы он не переносился. Мы его запинаем на несколько дней, а потом распинаем, когда хайп пройдет. Собласен на данный, спасибо. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Правильно я понял, что пока происходит модификация данных внутри бакета, он не будет переноситься? Да, не будет. А какой тогда рекомендуемый размер для бакета? Я думаю, что идеально это единицы мегабайт. Единицы мегабайт. Ну, может, 10-20, там, ну, короче, меньше сотни желательно. Меньше сотни. Ну, как я сказал, эта проблема, она временная, когда бакет перестанет блокироваться на запись, это будет неважно. Можно будет хоть гигабайт поставить этому бакету. Когда это будет? Когда это будет? Я думаю, что в следующем году, скорее всего. Вопрос про автоматическую балансировку ридов, приходящей на реплика-сет. Сейчас у нас ситуация, что у нас только одна реплика. Может риды принимать, которые приходят? Ну, в зависимости от вес она выбирается. Я вот сейчас там на коленке, скажем так, запилил свое решение. У меня раунд-робином выбирается любая реплика из реплика-сета. Я правильно понимаю, что это сейчас не надо будет в скором времени. Да, какое-то решение будет от вас. Ну, вообще-то я планировал ваше взять. Ну, может доделать его как-то, но в целом там нет никакого космического, как бы, сайенса. Ну, там, да, там действительно просто, там немного кода. Ну, просто если я вот услышал, что есть работа в этом направлении. Я услышал, что у вас есть задача, подумал, что раз вы уже ее делаете, то я, может, ее просто доделаю, и мы это пушнем. Шопин-сорс. Я понял, увидимся в чатике тогда. Спасибо. Несколько вопросов. Вопрос такой. А конфигурация Vshard, она применяется целиком к инстансу Тарантула, Моголи, а в одном инстансе по-разному разбить для разных спейсов Vshard? Несколько кластеров, в смысле, на одном инстансе? Ну, например, у меня один спейс на 100 бакетов побить, другой спейс на 10 бакетов. И это все в одном инстансе, что вы можете? Нет, вы, наверное, можете, но я не знаю, как это выбирать заранее. Вы просто считаете бакет-ид, и может получиться так, что в одном спейсе хоть целиком один спейс может в один бакет лечь. В зависимости от того, как вы считаете. А, то есть за счет функции? Вы сами выбираете бакет-ид, так что можно как угодно. Можно хоть каждый из спейсов в отдельный бакет положить, если хочется. Хорошо, а если вот другая, например, история, то есть у меня есть какие-то спейсы с данными, которые я хочу там сильно шардировать, и есть какой-то спейс с конфигурацией, который я хочу, чтобы на всех инстансах был один и тот же и просто как реплика работал. Тогда его нужно не шардировать, вам нужно бакет-ид у него просто не задавать. То есть на одном инстансе можно хранить и шардируемые данные, и не шардируемые. Когда вы задаете бакет-ид спейсу, то это становится флагом для вошарда того, что этот спейс надо шардировать. Он его берет в обработку ребалансировщиками, гарбич-коллекторами всякими, менеджерами рекавери. Если вы бакет-ид не задали, то он этот спейс как будто и не видит. А один из констарантула может находиться в нескольких реплика-сетах? Несколько нет, только в одном может. То есть это инстанс конфигурации, которыми я должен реплицироваться и быть везде одинаковым на своем парке? Можно с руками разложить на все реплика-сеты, а в каждом реплика-сете он уже реплицируется сам тогда. Понятно. То есть не получится автоматически это все. Нет, пока что так. Хорошо. И второй вопрос. А вся вот эта история с переносом бакетов, как она соотносится со снэпшотами и x-логами? Если у меня огромное количество x-логов, это повлияет на производительность переноса бакетов? Если вы используете… Да нет, не повлияет. x-логи влияют только на рекавери. То есть мы же не читаем x-логи. Если вы используете движок, который в памяти, он читает из памяти. Если вы читаете движок, который читает с диска, то он будет читать со своих файлов, не с x-логов у него, а со своё. То есть их x-логи не мигрируют? Нет, x-логи не мигрируют. Но когда мы на новом месте будем данные применять, там просто свои x-логи создадутся. Они не переносятся как файлы. У нас в одном x-лог-файле может много данных лежать разных бакетов, как мы его будем переносить. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Я вот не очень понял, а как масштабируется роутер, который запросы распределяет? Роутеров можно просто сколько угодно создавать. Неважно сколько староджей, роутеры независимо масштабируются. Ага, а как они между собой согласуют текущую конфигурацию? Никак. Они не коммуницируют, поэтому роутеров можно не создавать нисколько, можно свой написать вообще. Вот один человек, я знаю, написал в чате. А можно создать их сколько угодно, и они никак друг на друга не влияют. Ну то есть пока, если что-то в реплика уходит, реплика приходит, то, грубо говоря, локальный роутер, допустим, об этом знает, а в другой локации может не знать. Он узнает об этом постепенно. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо.